кто сегодня молодец это конечно же стрелец и это следующее видео про знаки зодиака и это видео для вас будет актуальным и полезным если ваш асцендент восходящий знак и другие планеты вашего гороскопа находятся в знаке стрельца и это канал astro guide твой проводник мир астрологии простыми современным языком я его ведущая александра ващилка поехали привет это девятый знак зодиака в нашем зодиакальном круге и это уже третий представитель стихии огня поэтому стрельцы это такие товарищи с огоньком но огонь это уже не такой вспыхивающий например как был уловно и не такой горящий и согревающий как был у льва а это по сути огонь который горит вечно который стремится к свободе и стрелец представляет собой именно бескрайние просторы возможностей их жизненная философия строится на поиске истинных познаний мира погружений в какие-то приключения стрельцы это люди которые зажигают жизнь вокруг себя их оптимизм жажда приключений готовность делиться своей страстью энергией с окружающими делают их на самом деле очень такими увлекательными и невероятно привлекательными личностями и люди к ним тянутся хотят прикоснуться вот к этой неиссякаемой энергии вот этой вечной жажде познания постоянному стремлению вперед и стрельцы они действительно умеют зажигать мотивировать других людей и их жизни это такое вот путешествие интересно и полное впечатлений поэтому они легко вдохновляют окружающих вот именно своим авантюризмом и страстью к жизни и они умеют зацепить словом они умеют скажем так от мотивировать этим словом то есть они не будут просто гоняться и упрашивать ну и серии там зайка ну сделай пожалуйста это вот очень очень надо не нет они подберут слова таким образом что вам покажется как будто вот вам в так далее ускорение придали и вы такие вот вдохновленные заряженные понеслись доноси к достижению своих каких-то новых целей а все потому что стрелец это прототип девятого дома гороскопа который символизирует наших учителей наставников и это по сути не учителя которые передают академические знания типа как вот в школе по учебникам учат а это учителя которые уже делятся своим опытом своей житейской мудростью пониманием норм принципов взаимодействия в обществе формируют какие-то жизненные ценности ну и как бы делают из обезьяны человека и вот стрелец и выступает в качестве такого учителя который знает как лучше жить как правильнее поступить в той либо иной ситуации то есть это люди наполненные именно богатым житейским опытом и мудростью и стрельцы они очень жизнерадостны и обладают ну прям невероятным оптимизмом и даже если в их жизни произойдет ну какая-то неприятная ситуация они всегда найдут в себе силы чтобы максимально быстро восстановиться найти плюсы в этой ситуации и вот с этим оптимизмом двигаться дальше и они умеют находить положительные моменты в любых трудных ситуациях то есть они не будут сидеть без дела там пуская слезы они начнут генерировать новые идеи чтобы исправить эту ситуацию или просто переключить свое внимание на какие-то другие направления вот в этой жизни ну и как бы если не получилось ну и бог с ним сделаем по-другому то есть стрельцы они уникальны тем что они видят мир как место полное возможности и приключений и часто они вдохновляют окружающих именно своим позитивным настроением и вот их врожденный вот этот оптимизм помогает им достаточно легко справляться с разными жизненными вызовами поэтому стрельцы это тоже отличные лидеры которые могут вести за собой команду то есть своеобразный оптимизм и радость жизни это то что на самом деле выделяет восходящих стрельцов и они видят в каждом новом дне какую-то возможность для чего-то великого и вдохновляют окружающих вот своим вот этим видением и позитивом и как следствие люди стрельцы это настоящие искатели приключений и этот знак зодиака всегда стремится какой-то свободе и они рождены для того чтобы исследовать мир погружаться в разнообразные культуры и для них путешествие это не просто отдых это вот способ расширить свой кругозор и понять раздрать разнообразие нашей планеты и вот эта жажда путешествий вот именно тоже вшита в днк стрельца и эти люди часто представляют собой исследователь искатели приключений искатели каких-то истин и вам никогда не будет скучно со стрельцом особенно в путешествии и вот лежачий пляжный отдых это совсем не для них даже оказавшись на пляже они все равно будут ходить там по берегу в поисках каких-то красивых камушек ракушек рыбок и так далее и тут важно смотреть чтобы в погоне за своими исследованиями и поисками приключений скажем так и хакоза попу не укусила то есть по сути поведение стрельцов можно охарактеризовать как поведение такого маленького ребенка за которым вечно нужен глаз да глаз и которому очень сложно усидеть на одном месте и который на ровном месте придумает тысяча и одну невероятную идею которую надо срочно проверять на прочность и на ее реализуемость короче с ними вы точно не соскучитесь ну а несмотря на свой озорной характер все таки в душе стрельцов присутствует такая ну скажем философская нотка и они довольно часто задаются глубокими вопросами о смысле жизни о вселенной о роли человека в этой жизни и они также могут часами философствовать и проводить беседы на тему духовности или поиска какой-то истины по интересующей их теме и стрельцы часто обладают развитой интуицией и интересом к духовным практикам и они могут глубоко погружаться в медитацию йогу и либо другие направления саморазвития но это не значит что они вот как мудрый старец засели и начали вещать там пропагандируя какие-то свои истины или как отшельник вы там уединились на сутки в медитации и все это всего лишь одна сторона стрельца а другая сторона показывает что они вполне такие адекватные люди с множеством разнообразных интересов и они могут увлекаться спортом искусством философии истории и вообще разными областями что делает их достаточно разносторонними многогранными личностями и они всегда стремятся к расширению своего кругозора и читают много книг изучают разные культуры разные языки ищут новые способы познания этого мира и у стрельцов очень открытое сердце и по натуре своей стрельцы считаются самым щедрым знаком зодиака и они готовы помогать другим людям делятся своими ресурсами вот без лишних каких-то заморочек без требований чего-то взамен то есть без каких-либо условий и их щедрость может выражаться как материальном так и не материальном виде и в каких-то ситуациях они вот просто поддержат своих друзей в трудные моменты там словом советом в каких-то ситуациях они поддержат поступками до либо пойдут договорятся с кем-то решат какие-то вопросы за людей которые к ним обратились в каких-то ситуациях они будут дарить классные дорогие подарки чтобы вот просто порадовать человека так что стрельцы никогда не бросят беде а наоборот они придумают какой-то веселый план чтобы было вместе весело шагать по просторам но у стрельцов есть принципы и есть ценности и ценности эти носят глобальный характер то есть у них есть ну скажем так врожденное чувство что такое хорошо что такое плохо и у них есть понимание как должен быть устроен этот мир чтобы все в нем хорошо уживались то есть принципы жизненным мировоззрением и стрелец как прототип девятого дома гороскопа который у нас отвечает за судебную власть готов отстаивать свои убеждения и бороться за справедливость но с точки зрения принятых закона в стране то есть с точки зрения правопорядка и вот есть установленные правила порядке в мире до нормы принципы ценности по которым живут вообще люди вот стрелец и смотрят чтобы это все соблюдалось и если кто-то будет нарушать правопорядок то стрелец даст ему ну скажем так по шапке стрельцы это люди которые вот привязаны к обществу они служат этому обществу и они тесно связаны с общественными и благотворительными делами и они готовы вносить свой вклад в улучшение мира и чтобы общество жило лучше однако стрельцы это те еще авантюристы и они постоянно ищут приключения на свою пятую точку и готовы рисковать ради новых опытов и впечатлений и они легко и внезапно могут отправиться в путешествие или присоединиться какому-то захватывающему проекту и они обожают разнообразие от жизни от и это касается от разнообразия еды до разнообразных всяких мероприятий им всегда интересно попробовать что-то новое некоторые стрельцы даже нет склонность к экстремальным видам деятельности они могут участвовать в спортивных соревнованиях заниматься например альпинизмом дайвингом путешествовать какие-то в какие-то далекие и опасные места или заниматься например другими видами деятельностями которые дают вот почувствовать этот адреналин в крови но при этом стрельцы они достаточно преданы свободе и это ключевое понятие для этих людей то есть они не потерпят каких-то ограничений и они охотно выбирают пути которые дарят им больше независимости и стрелец как бы всегда находится на своей волне и если хочешь быть в команде со стрельцом собирайся именно на его волну он на другую перебираться не будет но опять же нам надо понимать что молодой стрелец достаточно авантюрный и рисковый но чем старше становится человек тем более стрелец окрашивается все-таки в огранку мудрости философии понимания спокойствия хотя у некоторых людей старшего возраста скажу вам честно тоже было замечено шило в одном месте но все-таки за стрельцом присматривает у нас планета юпитер а юпитер это планета мудрости знаний великодушия и больших денег поэтому до стрельцы богаты и не только в материальном плане но еще и в нематериальном благодаря широте своей души также образование и знание играют важную роль в жизни стрельцов и они постоянно стремятся расширять свой кругозор и углублять свои знания и часто стрельцы занимаются даже самообразованием хотя получить три высших образования в университете для них тоже является вполне нормой и стрельцы постоянно учатся новому потому что им интересно все и таким образом они развивают свой интеллект развивают свой кругозор и они даже одновременно могут проходить курсы по абсолютно разным тематикам и направлениям то есть нету чего-то такого одного что стрелец возьмет за основу и посвятит этому всю жизнь они легко на самом деле могут переключаться между разными задачами между разными направлениями и вот между своими интересами то есть это тоже такой вечный ученик и стрельцы они очень общительны по натуре своей они легко находят общий язык с разными людьми их обаяние и щедрость делают их популярными в обществе и к ним идут и за ними идут и они обладают такой шикарной харизмой и легко располагает к себе других людей то есть даже случайная встреча в лифте может перерасти в очень хорошую и дружескую беседу а их общительность делает их очень востребованными на любом мероприятии в любой ситуации вот где надо именно поговорить договориться и стрельцы они по природе своей отличные менеджеры которые легко устанавливают дружеский контакт с клиентами и также многие стрельцы ценят природу и находят умиротворение в ее красоте то есть путешествие на свежий воздух контакт с природой на самом деле оказывает очень хорошее воздействие на самочувствие стрельца на их оптимизма снимает усталость восстанавливает энергию и многие стрельцы действительно находят покой и вдохновение именно на природе там прогулки по лесу или медитации на берегу реки тоже могут стать хорошими источниками внутреннего умиротворения многие стрельцы любят спорт и активный образ жизни и они могут заниматься разными видами спорта то есть от футбола до горных лыж и есть такая знаменитая фраза что движение это жизнь это отличный слоган для стрельца и также они очень любят животных и могут стать отличными и преданными хозяевами своих домашних питомцев и стрельцов как и раков хлебом не корми дай только кого-то потискать и даже просто гуляя по городу они постоянно будут обращать внимание на собачек и на кошечек которые проходят пима и также стрельцы у нас обладают отличным чувством юмора то есть их остроумие и способность шутить на самом деле делают их прекрасными собеседниками и друзьями но и в целом за счет того что они легко устанавливают новые контакты а также являются достаточно щедрыми и добрыми ребятами по отношению к окружающим дружить стрельцами это на самом деле одно удовольствие и конечно же наиболее комфортно стрельцам будет с ему похожими ребятами то есть с представителями стихия огня это стрельцы львы и овны и стрелец он скажем так будет таким атаманом среди всей вот это и огненной банды но кармической стрельцы связаны с близнецами и по сути стрелец он генерирует идеи которые еще не реализованы потому что у него широкий кругозор а близнецы должны попробовать реализовать их на материальном уровне так как у них лучше коммерческое чутье прикладные навыки и вот инструменты которые можно использовать и вот здесь происходит вот этот интересный поиск баланса и проверки идей на качество и возможность их реализации но это мы с вами обсудим в другом видео поэтому обязательно подписывайтесь на канал посмотрите другие видео из этого плейлиста чтобы лучше понимать своих родных и близких а с вами была саша ващилка и до новых встреч хорошо соколами поплаваем или жирафом посоревнуемся кто дальше плюнет